Друзья, всем привет! Это канал о недвижимости и строительстве ВДТ, и я, Алексей Аверена. Сегодня я приехал в коттеджный поселок Николино, один из лучших коттеджных поселков на Рублево-Успенском шоссе, для того, чтобы сделать обзор на очень интересный дом в классическом стиле. Как всегда, пройдемся по всем помещениям особняка, посмотрим и сделаем акценты на интересных архитектурных и дизайнерских решениях. Я уверен, что этот продукт очень качественный и сделанный специально для такой консервативной целевой аудитории. Если вам это интересно, то досмотрите до конца. Поехали! Этот дом 869 квадратных метров. Пространство большое, воздушное. Столовая зона, 10 посадочных мест, свой собственный бассейн, спальный уровень, общественный. Получилась здесь очень классная логистика. Вообще, мы на канале любим снимать дома в более современном, минималистичном стиле. Но недавно у меня вышел выпуск по дому «Нобл Роу» на остоженке в американской классике. И он невероятно взлетел. На текущий момент у него почти 600 тысяч просмотров. И он продолжает набирать популярность. После этого выпуска я получил примерно 30 запросов на презентацию. И точно знаю, что там примерно 5 человек из тех, кто прислал, это те люди, у которых точно есть эти деньги. Это, кстати, ответ тем, кто не верит в том, что на Ютубе есть богатая целевая аудитория. Вы все у меня спрашиваете, зачем и для кого я снимаю такую дорогую недвижимость. Нет, точно такие зрители у меня есть. И этот выпуск будет для вас. Как и для одного из моих потенциальных покупателей, который пришел ко мне и обратился после просмотра ролика про «Нобл Роу» и попросил подобрать для него интересный дом. И в том числе этот дом попал в выборку объектов. Поскольку этот покупатель сейчас далеко от Москвы и пока не может лично приехать, то я для него и для вас организую сейчас такого рода дистанционный просмотр. Немного фактической информации. Этот дом находится в 24 километрах от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. В нем 869 квадратных метров. И он расположен на участке 35,5 соток. Дом выполнен в четырех уровнях, включая цокольные и мансардные этажи. В доме есть четыре спальни, восемь санузлов. Помимо основных помещений в доме есть бильярдная, кабинет, домашний кинотеатр, тренажерный зал, 11-метровый бассейн с сауной и зоной отдыха. И такие хорошие бонусы, как лифт, приточно-вытяжная вентиляция и центральный пылесос. Но обо всем по порядку. Друзья, этот дом – это продукт редевелопмента. Сейчас появятся здесь кадры того, как дом выглядел до реновации. И в таком виде, конечно, дом продать практически невозможно. Он из себя представляет неликвидный товар. Я хочу обратиться к собственникам вторичного жилья, которые застряли со своими домами, недоделанными или морально устаревшими. Обращайтесь к профессионалам, вкладывайте деньги. Относительно небольшие деньги нужно вложить. И стоимость вашей недвижимости, а самое главное – вероятность ее продажи, сильно повысится. Этот дом построен по особой технологии, которая называется Blue Max. Это несъемная опалубка из утеплителя, которая дальше армируется и заливается бетоном. То есть, по сути, это полностью монолитный дом, который из себя представляет некий термос. В нем очень тепло зимой и прохладно летом. Многие обыватели говорят о том, что дом должен дышать. Друзья, дышать дом должен, но через систему приточно-вытяжной вентиляции, которая в этом доме есть. А вот если дом будет дышать через стены, то этот дом плохой, он будет очень холодным. Немного об архитектуре этого дома. Дом выполнен в классическом стиле, в спокойной цветовой гамме и украшен множеством архитектурных элементов. Это колонны с капителями ионического ордера, а также множество карнизов, балюстрат, капителей и фризов. Немного о колоннах. Они есть не только снаружи, но и внутри. И чтобы к этому потом не возвращаться, воспользуемся магией монтажа, и я проведу небольшой архитектурный ликбез. Со времен Древней Греции в архитектуре использовали три типа ордеров колонн. Это ионический, дорический и коринфский. Вот это ионический ордер. А такой дорический. Еще раз. Ионический ордер. Дорический. Запомнили? Не перепутайте. А здесь еще в перебивочке покажу, как выглядят коринфские, для наглядности. Итак, с улицы мы попадаем в такой небольшой вестибюль. По правую руку у нас гардеробная комната. Она достаточно компактная, но очень вместительная. Раз, два, три, четыре шкафа. Еще такая секция. Посмотрите, сколько еще наверху тоже отделов для хранения. Сделал наблюдение недавно, что множество домов, которые сделаны именно в классическом стиле и четко в этом классическом стиле выдержаны, делаются с отдельно стоящим гаражом. Я подумал, что действительно классическая архитектура пришла к нам еще из далеких-далеких времен. Сотни лет назад строили такие дома. Естественно, тогда машин никаких не было. И поэтому сделать архитектуру с пристроенным гаражом, это уже, конечно, отход от классической такой архитектуры. Итак, мы попали в гостиную комнату. Она выполнена достаточно в таких светлых и очень нейтральных тонах цветовой гаммы. При этом есть такие акценты в виде мебели. Это очень классный подход с точки зрения того, что не нравится вам синий цвет. Поменяли мебель. При этом будет продолжать гармонично смотреться. Вообще, этот дом от застройщика, такого же точечного девелопера, как мы. Я обожаю вообще дома от застройщиков, потому что здесь виден подход к деталям, к обустройству, к декору, к тому, как подбирается мебель. Насколько здесь глубоко сделан и продуман хоместейджинг. Все здесь лежит на своих местах. К сожалению, при вторичной продаже, когда эта продажа идет от собственников, такого результата практически очень редко, когда можно достичь. Рецепт очень простой. Если хотите успешно продать свой дом, выезжайте из дома полностью. Нельзя в нем жить, когда он продается. Делайте с профессионалами хоместейджинг, делайте так, чтобы все было зачищено, все было вылизано, чтобы ни одной не было соринки, мытые окна. И самое главное, чтобы дом всегда был готов к показам, чтобы новый покупатель ощутил себя именно хозяином этого дома, взял с собой тапочки и начал уже его обживать после сделки и получения ключей от этого дома. Это пространство гостиной, оно немножко утоплено. Здесь есть небольшие ступеньки, это дает нам еще больше высоты потолков. Здесь, наверное, больше чем 3,8 метра, ближе к 4 метрам высота потолков. Измерять сегодня не буду, и так понятно, что пространство очень большое, воздушное. Здесь не совсем панорамные окна, но их много, света достаточно много. И тоже одна из тенденций – отказ от телевизоров. Здесь, тем не менее, телевизор предполагается, что можно поставить на эту тумбу. Есть и электричество, и интернет, то есть можно будет телевизор подключить. Еще хочу затронуть вопрос функциональности планировки современного дома. Я считаю, что это один из самых приоритетных моментов при планировании дома, который очень сильно влияет на его ликвидность. В конкретно данном примере, здесь 869 квадратных метров, это относительно того функционала, который здесь застройщику удалось вместить, небольшая на самом деле площадь. Часто бывает так, что та же самая площадь с бассейном, со всеми бильярдными тренажерными залами, комнатами для обслуживающего персонала и так далее, и так далее, все то, что здесь есть, размазывается на площадь 1000-1200 квадратных метров. Здесь же удалось это сделать очень компактно, и это очень здорово с точки зрения логистики. То есть перемещения гораздо меньше. Да, есть вот эта многоуровневость в виде четырех уровней, включая цоколь и мансарду, но опять же, есть спальный уровень, есть уровень общественный, где гостиная и бассейн. Получилась здесь очень классная логистика. И покупателям я бы тоже рекомендовал обращать внимание на планировку. Перед выездом на объект для его просмотра запросите у вашего брокера планировку дома, внимательно изучите, виртуально пройдитесь по помещениям, по комнатам, прикиньте ваши сценарии жизни. И только после этого уже отправляйтесь на показ подготовленными и с распечатанным планом обязательно. Здесь уже на показе вы сможете уточнить какие-то нюансы, примерить на себя этот дом, уже походить, ощутить этот объем. Но вы уже будете подготовлены и можете знать, какие есть в этой планировке узкие места. Вот, еще небольшой момент, связанный с классической отделкой. Сейчас как раз с дизайнером прорабатываем вопрос и возможность классической отделки в одном из наших объектов. И столкнулись с тем, что на самом деле это достаточно дорогая история. И связана она с тем, чтобы выдержать такой классический стиль, все сделать по правилам, очень сложно, потому что требуется дорогая мебель. Дешевую классическую мебель видно сразу, она прям бросается в глаза, удешевит интерьер и можно вообще разрушить всю картину. Мне очень нравится в последнее время направление эклектика, то есть смешение классического стиля в отделке в стенах пол, то есть внешне это классика. А внутри можно добавить минимализма в виде более современной мебели, более современных светильников, более, может быть, современных цветовых каких-то решений. В частности, например, встроенная кухня, вот такая минималистичная, полностью от пола до потолка, очень классно сочетается с классическим интерьером. И это, на самом деле, мне кажется, тренд, к которому мы будем идти, он нравится покупателям, и он достаточно эффективный с точки зрения денежных вложений. Однако, если застройщику удается полностью выдержать классический стиль, приобрести правильную мебель, то это очень ценно, потому что я представляю, сколько денег это стоит. Что, пойдем дальше? Здесь столовая зона, очень просторная, очень комфортная. На 10 посадочных мест можно устраивать вечера всей семьей, большой приглашать огромное количество родственников. Посмотрите, тоже одна из тенденций, это не стул, а целое кресло, и таких здесь 10 штук. Очень удобно сидеть, мягко, может быть, это не суперпрактично, но в конце концов сейчас такие чудеса творят различные химические средства. Ну и здесь, например, выбрана ткань более такая темная. Я думаю, что эти стулья выдержат много-много лет. Давайте пройдем на кухню. Мне поначалу показалось, что кухня немножко маловато, да, но она показалась именно такой, потому что здесь не очень большая площадь помещения, но при этом рабочая поверхность огромная. Здесь помещается большой холодильник-морозильник сайд-бай-сайд Куперсбуш. В компании все оснащено хорошей качественной техникой, мы тоже очень любим этот бренд Куперсбуш. Много мест для хранения, много, где можно расставить различные техники. И тоже еще посмотрите, вот сюда спрятал застройщик всю документацию по дому. Это как раз вот тот подход, который очень ценят покупатели, потому что вся проектная документация, все исполнительные схемы, все инструкции от различной техники, документы на землю, градостроительные, акты скрытых работ, вот множество документаций, которые так или иначе при строительстве такого дома она должна остаться. Иногда бывает так, что на вторичном рынке все это утеряно, непонятно где, потом приходится разбираться, и, конечно, в этом случае уже у покупателя определенное недоверие возникает. Кстати, вот столик вот такой. Это как раз и есть тот самый breakfast nuk, о котором я неправильно сказал в одном из выпусков. Я думал, что breakfast nuk – это небольшая кухня. Breakfast nuk – это как раз вот такой небольшой стол для завтрака. Здесь можно быстренько перекусить, чтобы не тратить время, далеко не носить еду. Отличное место для завтрака. А вообще, общаясь с покупателями дорогих загородных домов, мы стали замечать, что почти нет запросов на большие кухни для готовки. Реально люди перестали готовить, особенно в этом поселке, где есть два ресторана, где можно с пылу с жару заказать себе вкуснейшие блюда от шеф-повара, которые прямо тебе на дом принесут. Это, мне кажется, более чем достаточная кухня. Дальше продолжаем движение по первому этажу. У нас здесь получается длинный такой логистический коридор. Здесь у нас гостевой санузел. Кстати, на английском называется powder room. Powder от слова «пудра», то есть там, где можно попудрить носик. Вот, и вот этот как раз у нас логистический коридор. Он у нас не смотрится как классический коридор, какой-то узкий, потому что он совмещен с гостиной комнатой. Здесь у нас подъем на второй этаж, лифт и спуск в цокольный этаж. Дальше мы проходим. По плану это либо зимний сад, либо комната отдыха при бассейне. Тоже очень классное помещение, компактное, но при этом очень функциональное, потому что позволяет как раз выйти на улицу. И здесь у нас огромная терраса с видом на участок. Сейчас жарко, лето, и здесь такой тенечек, очень приятное прохладное место. Ну и то, ради чего часто покупают загородный дом, это свой собственный бассейн. Здесь он достаточно большой, 11-метровый, ширина 3,5 метров, глубина от 1,60 до 1,80 метра. И дальше продолжаем наш небольшой архитектурный ликбез. Бывает два основных типа бассейнов. Это переливной и скиммерный, здесь как раз скиммерный. Мне больше нравится переливной, потому что в переливном бассейне поверхность воды можно сделать в одном уровне с поверхностью пола. И получается так, что это будет такая единая плоскость. Но здесь нужно будет очень аккуратно подойти к выбору решеток, потому что они в обязательном порядке должны идти по всему периметру бассейна, и они не должны быть дешевыми. А вот в скиммерном бассейне есть такой небольшой зазор, сантиметров 15, наверное, до уровня пола. Но он подходит больше для такого спокойного плавания, потому что если здесь будут плескаться дети, и пускай такую огромную волну, то она выльется просто на поверхность здесь. А в случае с переливным бассейном, большая часть из нее попадет в решетки. Но даже и здесь это все предусмотрено. Если вдруг слишком активно дети будут плескаться, то есть вот такие решеточки, и туда шваброй можно все это согнать. Здесь есть несколько небольших аттракционов, но прежде всего это противоток. Такого рода противоток мы уже тестировали в доме в Пирогово. Мне более чем понравился. Но здесь еще и длина бассейна позволяет в спокойном режиме поплавать туда-сюда. Ну, конечно, не для спортивного плавания. Ну и тоже посмотрите, сколько окон. Очень много света с этой стороны. Там больше такая затененная часть. Ну и представьте, как здорово здесь будет вечером, когда через эти окна будет звездное небо. Класс вообще, мне очень нравится. Ну и посмотрите, какое интересное решение по стенам. Тропическое настроение, как будто мы оказались где-то в южных странах, на каком-нибудь Бали или в Африке. Ну, бассейн чаще всего все-таки для детей, и мне кажется, здесь это все очень детское настроение такое передает. Здесь небольшой спа-комплекс, маленькая сауна, туалет, душевая кабина. Конечно, все очень компактное, но при этом функционально. Так, идем дальше. Мы немножко разобьем обычную последовательность, когда мы идем на второй этаж и смотрим все спальни. Потому что у нас есть лифт, и мы можем подняться сразу на мансардный этаж и потом уже спускаться вниз. Лифт, на самом деле, классная штука в доме. Он здесь не очень большой, но вполне вместительный. Кстати, посмотрите, тоже он сделан двухсторонний, потому что на определенных уровнях есть выход с этой стороны, где-то есть выход с этой стороны. Для архитекторов очень, кстати, хорошая тоже история, потому что можно более компактно сделать пространство, и это придает определенной гибкости. Ну что, встречаемся на мансардном этаже? Поехали! Лифт, конечно, не такой скоростной, как в Сити, но зато очень удобно для пожилых родителей, например. Очень здорово. Но молодежь, мне кажется, все равно будет пользоваться лестницей. Я бы с удовольствием по лестнице поднимался. Мне лифт особо не нужен. Так, мы на мансардном этаже. У нас здесь два основных помещения. Это кабинет. Кабинет в таком реально классическом стиле, с деревянной мебелью, полностью по контуру, обид деревом и потолок в том числе. Все это массив дерева, никакого шпанирования, ничего. То есть это все дорогостоящая история. Два стола, кстати. Это очень здорово, если, например, оба супруга ведут какую-то активную деловую деятельность. И очень приятный выход на балкон с классным видом на зелень. Мне кажется, очень вдохновляюще. Здесь у нас еще есть гостевая спальня. На самом деле она может использоваться как спальня кого-то из членов семьи. Мне она на самом деле нравится чуть ли не больше всех, потому что она на отдельном этаже с тоже очень крутым видом. Вот таким бонусом в виде балкона, который выходит на заднюю часть участка с видом на лес. То есть здесь прямо по периметру видно верхушки деревьев. На самом участке очень много деревьев, тоже таких взрослых, которые уже успели за это время вырасти. Здесь тоже есть гардеробная комната. Санузел небольшой. Он работает как на кабинет, так и на гостевую комнату. Душевая кабина, туалет, раковина, все как обычно. И вот тоже место для хранения. Мест для хранения в доме мало не бывает. Здесь такая небольшая дверца. Это хоббит-комната. Так, а что у нас здесь? Ну тут просто доступ на крышу. Короче, ничего интересного. Реально просто комната для хоббитов. Дальше отправляемся на основной спальный этаж. На этом уровне три спальни. Изначально по планировке было четыре, но застройщик решил сделать их более просторными и оставить три штуки. Я еще сам не решился, какая из них является хозяйской спальней. Меня постоянно критикуют за слово мастер спальни, поэтому я сейчас переключаюсь, иногда говорю хозяйской. В принципе, это может быть либо эта спальня, либо соседняя, в которую мы сейчас попадем. Здесь уже хозяева выбирают, какая сторона им света больше нравится, какой вид им больше нравится, какая цветовая гамма больше подходит. В целом они достаточно равнозначные. Большое помещение самой спальни, туалетный столик. Здесь гардеробная проходная, но тоже очень вместительная. Большое количество различных шкафчиков. И мы здесь попадаем в санузел. Получается, есть и ванная, и большая такая душевая кабина, и целых два окна, и даже небольшой такой французский балкончик. По-моему, очень светло, хорошо и комфортно. Пойдемте в следующую спальню. Кстати, интересно, здесь у нас нет никаких серьезных систем автоматизации или систем умного света. Зато все очень хорошо продумано с точки зрения расположения выключателя. Все удобно выключать. Я сам походил, попробовал везде. У меня был один клиент в свое время, которому показывали дом, в котором тоже не было никаких систем автоматизации. Я сказал ему, что здесь никаких систем умного света нет. И он говорит, что здесь глупый свет, что ли? Это, говорит, то, что как раз мне нужно, не нужны мне никакие там вот эти все навороченные приблуды. На самом деле, мы сейчас в последнее время видим, как пошла тенденция на автоматизацию, на умные дома. Но мы забываем про то, что есть большая часть консервативной аудитории, которой все эти примочки не особо нужны. Поэтому здесь хорошо продуманный, но глупый свет. Кстати, везде выдержана стилистика, стоят кораллы, изображения кораллов. То есть такая какая-то немножко морская тематика. Все-таки какая-то есть задумка и концепция в этом. Следующая спальня. Небольшой холл. Здесь получается отдельная гардеробная. Мне кажется, что она больше мужская. Кстати, заметил, что в некоторых семьях, особенно где уже пара в возрасте, скажем, 50-60 лет, иногда предпочитают они все-таки ночевать в отдельных комнатах. И вот этот дом очень хорошо подходит, потому что эта комната может быть мужской, та комната может быть женская. Иногда могут супруги спать вместе. Когда надоедят друг к другу, могут в два разных крыла переместиться. Здесь санузел только с душевой кабиной, здесь нет ванны, поэтому я и говорю, что эта комната больше скорее мужская. Ну и окно в ванной комнате тоже здесь есть. Это в последнее время стало чуть ли не нормой абсолютной. И вот тоже отличительная особенность домов от застройщиков, когда почти полностью идет вся меблировка, она достаточно продуманная, и ты совершенно по-другому уже воспринимаешь пространство. Но представьте, что нет здесь ни ковра, ни кресел, ни этого столика. Пустое место, которое непонятно как использовать. Здесь все сразу становится ясно. Кстати, тоже люблю вот такие банкетки. Никогда не использовал, а в свою новую квартиру уговорил жену, что такую банкетку взять и удобно здесь на ней одеваться, и какую-то одежду сложить. Так, и отдельная прям комната, которая в своем крыле находится. Застройщиком предполагается как детская комната, но сделана в таких очень мягких розовых лавандовых тонах. Ну, скорее, все-таки это комната для двух девочек, двух близняшек. Может быть, такой покупатель именно с такой семьей и найдется на этот дом. Но на самом деле все это легко переделывается. Можно там чуть-чуть поменять цвета, поменять мебель, и эта комната легко становится комнатой двух мальчишек. Еще посмотрите, какие здесь классные светильники-ночники. Это совы. У одной, правда, не горит один глаз. Мне кажется, ночью, если спишь, и у тебя включен такой ночной мягкий свет, детям не так страшно. Кстати, предложение для будущих собственников. Если вы купите этот дом, я лично вам куплю запас лампочек, чтобы всегда глаза у сов горели. Целую коробку вам в качестве презента подарю. Вот, ну и тоже здесь гардеробная комната. Чуть меньше, чем в тех спальнях, но вполне достаточная, у детей не так много вещей на самом деле. И просторный санузел с большой душевой кабиной. Здесь она сделана не вровень в пол. Тоже некоторые из консервативной нашей целевой аудитории, более взрослые, предпочитают, чтобы был такой бордюр, чтобы уж ничего не протекло. Ну, сделают они один шаг, ничего страшного, говорят. У нас остался последний цокольный этаж. В него мы попадем по лестнице, хотя можно тоже на лифте спуститься. Лестница полностью из мрамора. Она, кстати, небольшая, не широкая, но, тем не менее, здесь легко разойдутся два человека. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях, какие лестницы вам больше нравятся. Такие большие, парадные, с громоздкими перилами, или такие функциональные и компактные. Друзья, мое отношение к цокольным этажам вы уже, в принципе, знаете, но здесь мне очень даже нравится. Тут хорошо зонировано пространство, есть очень много хороших помещений. Это помещение такого свободного назначения, но мы здесь видим все, что связано с бильярдом. Можно шары расставить, кииты, здесь можно расставить бильярдный стол. Мы его сюда не покупали, потому что у большинства загородных жителей эти столы стоят накрытыми и почти ими не пользуются. Раньше такое развлечение было, а что-то в последнее время как-то уходит из моды. И здесь у нас домашний кинотеатр. Не в классическом понимании домашнего кинотеатра, хотя здесь тоже можно сделать и большой экран, ну или поставить, в конце концов, достаточно большой телевизор сюда. Домашним кинотеатрам как раз окна не нужны, а вот для того, чтобы тусоваться в бильярдной комнате, наверное, лучше, чтобы все-таки такое помещение было с окнами. Здесь есть санузел для этого этажа, и вот это помещение, оно уже с окнами. Оно здесь по плану предполагается как тренажерный зал. У него есть своя душевая кабина, но в принципе его можно переделать по все, что угодно. Бар, пожалуйста, рядом с винным погребом. Я очень много смотрю обзоров американских домов, точных девелоперов таких, и они там меряются количеством бутылок, которые помещаются у них в винные погреба. Более того, они даже делают винные погреба не совсем вот в цокольных этажах, а часто они являются интерьерными решениями, закрытые стеклами. По центру там гостинные комнаты, множество бутылок. Давайте посчитаем, сколько здесь у нас может поместиться бутылок. Как вы думаете, за сколько я это сделаю? Давайте засечем. Короче, я уже сбился, больше ста точно насчитал. Я думаю, что с учетом вот этих всех полок, на которые поместятся десяток бутылок, здесь штук 300 бутылок точно есть. Мне кажется, не у каждого хозяина вообще, в принципе, такая коллекция вина может быть. Мне нравится этот дом с точки зрения того, что в нем достаточно много различных подсобных помещений. Вот здесь для хранения, туда можно тоже много всего разложить. Здесь помещение с окном, поэтому его можно использовать как помещение. Еще одно к тому помещению, которое уже есть над гаражом для обслуживающего персонала. Они как раз по логистике могут попадать с внешней стороны, минуя главный вход через котельную. Здесь есть все удобства. Туалет, раковина, сушевая кабина. Можно поставить небольшую кухоньку, поставить кровати и вполне комфортно проживать на своем рабочем месте. Здесь тоже еще помещение, хранилище. Что-то может, чемоданы сложить. Достаточно просторная постирочная комната. Жалко, что здесь нет пилипровода, но понятно, что в классическом доме это уже гораздо сложнее сделать. Целая комната, которая отведена под фильтрацию воды, разводка горячего-холодного водоснабжения. Здесь мы обслуживаем бассейн. Вся фильтрация, вся автоматика здесь находится. Тоже очень удобный доступ. Всегда такой удобный доступ можно сделать к бассейну. Ну и сама котельная, обязательно с отдельным входом. Два огромнейших котла, вальян, мощные, которые дублируют друг друга. Так что здесь проблем с отоплением не будет. Еще стоит отметить то, что в этом доме достаточно большое количество выделенной электроэнергии. Здесь 56 киловатт электричества. Этого достаточно мало того, чтобы весь дом содержать вентиляцию, бассейн, все другие системы. Я думаю, что этого хватит еще и на зарядку электромобиля, и можно даже небольшую майнинговую ферму в гараже открыть. Еще один интересный агрегат, который мы здесь можем видеть, это тот самый центральный пылесос. Он проложен по всему дому. Он собирает пыль в единое место вот сюда, он достаточно мощный. Примущество в том, что он выбрасывает весь воздух через систему фильтров на улицу. То есть никакая пыль потом не будет взвесью вот так вот кружить в воздухе по дому. Это очень важно для аллергиков, особенно для тех, у кого аллергия на домашнюю пыль. По всему дому расположены специальные розетки, вставляется шланг сюда, и открывается, пожалуйста. Ой, красавцы. Мощная штука, хорошая. В свое время их вставили достаточно часто. И нужно понимать, что это конструктивный такой элемент, который закладывается при отделке дома. Если вы вдруг захотите централизованный пылесос в уже построенном доме, это будет невозможно. Что касается ландшафта, то здесь он выполнен в таком базовом варианте. Мне очень нравится то, что уже выросли огромные хорошие деревья, и они создают такой очень классный зеленый периметр. При этом центральная лужайка – это пространство для фантазии будущего покупателя. И мне очень нравится в этом плане подход девелоперов, которые оставляют место для творчества будущим покупателям. Потому что, в принципе, можно заехать в уже полностью готовый дом, при этом здесь проявить какую-то свою фантазию на тему различных альпийских горок, посадки необходимых деревьев. Потому что глубина проработки ландшафта может быть абсолютно разной. Есть деревья, которые стоят несколько миллионов рублей. Соответственно, не каждому они нужны. Поэтому такое пространство для творчества – это очень круто. И напоследок несколько слов о коттеджном поселке Николин. Это один из лучших коттеджных поселков вообще в Подмосковье. И недавно я сделал выпуск про формулу идеального коттеджного поселка. И по многим параметрам Николина соответствует этой формуле. Это чуть ли не единственный коттеджный поселок на Рублевке со своей внутренней, очень обширной инфраструктурой. Здесь есть два ресторана, кафе, спа-комплекс, фитнес-центр. На территории есть два озера. Одно из них с пляжной зоной, бассейном и лодочной станцией. Огромное количество различных прогулочных зон. Все это очень классно благоустроено. Везде есть скамеечки, очень много различных предметов, малых архитектурных форм. Все это настолько гармонично и классно смотрится. Я разговаривал со многими жителями поселка. И они реально рассматривают его чуть ли не как единственный вариант для своего проживания. Вообще о качестве поселка можно судить по процентному содержанию мест общественного пользования по отношению к частным участкам. Чем больше этот процент, тем лучше. Николина в этом плане идет далеко впереди в топе множества поселков-коттеджных в Москве. И здесь еще очень удобная локация с точки зрения транспортной доступности. Есть возможность выехать и через Можайку, и через платный дублер Минского шоссе, и через Рублевку. Посмотрел на навигаторе, где какие пробки, и поехал. 17 минут ровно по скоростной трассе Дом Када. Друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно делитесь своими мнениями в комментариях. И помните, что я на любые вопросы в комментариях отвечаю, мониторю их буквально в режиме реального времени. А еще у нас есть множество других площадок – это Инстаграм, Телеграм, Фейсбук. Все ссылки на них будут в описании. Заходите, там есть гораздо больше контента, чем то, что вы видите на Ютубе. И еще один удобный способ получения от нас важного и полезного контента – это ежемесячная рассылка дайджест, на которую тоже можно подписаться по ссылке в описании. Там приходят все инфоповоды, которые генерятся нами в течение месяца на всех площадках. Так что будьте всегда в курсе и ничего не пропускайте. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.